Ровно 50 лет назад, в 1971 году, мои родители стали здесь парой. Они были на практике на Сиванских ГЭС. До того, как я родился, осталось еще шесть лет, но это для нашей семьи важное место. Поэтому мы съездили на Сиван, я зашел в воду, выпил воды, отчитался перед отцом и сказал, чек. Каждый воркшоп по портрету для меня очень интересен, потому что всегда это разговор о людях. Каждый их видит по-своему и каждый что-то рассказывает о них по-своему. И это всегда разговор про эмоции, это всегда разговор про то, как тело работает. Грубо говоря, это история про использование лепки как эскиза для рисования, использование пластилина как инструмента именно выяснения образа, выяснения черт лица, которые часто гораздо проще выяснить в лепке, чем в рисунке. А лицо человеческое, оно, собственно, всегда обладает этим качеством, оно всегда не скучно. Я все время повторяю, что скучные вещи умеют только люди создавать, только художники. В природе их не существует. Творческие задачи здесь вполне сопрягаются с техническими задачами. То есть мы, грубо говоря, пытаемся внимательно разглядеть нашего героя, персонажа, которого мы лепим, а для этого нам нужно попробовать его слепить. Мы пытаемся создать сильный какой-то образ, а для этого нам нужно начать с какой-то очень-очень простой формы, в которой будет понятно движение плеч, движение головы и так далее. Сегодня будем лепить уже такую более подробную скульптуру, а потом мы просто ее поставим, посветим на нее фонариком, сфотографируем, может быть, и будем уже это использовать как опору для рисования в дальнейшем. Когда мы срисовываем сфотографии, грубо говоря, да, и даже иногда с натурой, ну, рисовальщики там разной степени опытности, они как бы ведут себя как человек, человек, который читает текст на неизвестном ему языке, да, то есть они как бы повторяют слова, вроде по звуку похожи, но там нету как бы глубокого понимания того, что они рассказывают, да, глубокого понимания, что, собственно, изображают. Вот, и в этом смысле, ну, лепка – это лучшее, что я знаю, лучший инструмент именно в работе над портретом. Ну, знание анатомии может быть плохим помощником в работе над портретом, потому что нам кажется, что мы знаем, что так устроен нос, потому что мы рисовали шесть лет гипсовый нос, понимаете. А на самом деле все носы на свете абсолютно разные, и когда ты сталкиваешься с настоящим, очень странным, ни на кого не похожим носом, да, у тебя есть большое искушение выбрать, ну, нарисовать что-то из твоего, как бы, каталога, да, то есть сказать, ага, это нос крючком, или нос курносый, или нос картошкой, или еще что-то, и ты просто таким образом пропускаешь тот момент, когда ты просто смотришь и говоришь, это же какой-то инопланетный моллюск один нос, понимаете. В этот момент начинают включаться стереотипы, в этот момент мы, как бы, рисуем, ну, там, грубо говоря, армянина, или еврея, или китайца, да, то есть мы, как бы, теряем, собственно, человека из вида. Вот, и в этом смысле, ну, опять же, книжка, собственно, моя ровно про это, про то, что портрет — это такая задача гуманистическая, да, как бы антирасчеловечивание всегда, понимаете, то есть мы, как бы, портреты, стереотипы — это противоположности, и на самом деле, ну, настоящая, как бы, индивидуальность художника не в том, как он решил всю жизнь нос рисовать, опять же, или ухо, да, или не в том, как он, ну, каким инструментом он пользуется, да, а каким методом он развивается. Для меня самое важное в профессии — это, как бы, постоянно как-то развиваться, и, ну, самые интересные и самые любимые художники, да, это те, которые на протяжении лет, там, как-то сильно менялись, это Дэйв Макин, Рауль Каеха, Лоренса Матоти, Дэвид Хокни, вот, это люди, которые постоянно тебя удивляют как-то, и, как раз, зная хорошо творчество этих художников, ты можешь из них, из этого, из этих работ вычленить какой-то общий знаменатель, вот он-то и есть, как бы, то, ради чего стоит меняться, понимаете, то есть научить студента делать коммерческую иллюстрацию я могу за пару дней спокойно, да, то есть, как бы, показать ему, там, приемчики в иллюстраторе, и у него будет получаться, ну, сносная, как бы, коммерческая вещь, понимаете, я, как препод, я усложняю жизнь, поэтому вопрос о том, как быстро человек придет к какому-то устоявшемуся стилю, меня вообще неудобно, вот, меня волнует, что я как зритель в конкретной работе пережил, да, и как это можно улучшить, да, и что, ну, студент может дать мне как зрителю, скажем так, да, поэтому, когда я там вижу какие-то вот эти особенности индивидуальные, да, я начинаю, как бы, ну, на них давить и так далее, и они могут, это движение может происходить в направлении противоположном всем привычкам, которые у студента есть на данный момент. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok